Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Наталья Юсупова и в начале выпуска С первых дней по новым стандартам перинатальный центр республики внедряет инновации Старт проекта. Поющий врач из КБР представит свой хит на всю Россию Арсен Коноков встретился с президентом автономной провинции Бальцана Луисом Дурнвальдером, сообщает сегодня пресс-служба главы Напомню, делегация из Кабардино-Балкарии находится в Италии, в Южном Тироле, где знакомится с новейшими достижениями в сельском хозяйстве и туризме Руководители обменялись информацией о социально-экономическом положении территории Арсен Коноков предложил президенту Бальцана посетить Кабардино-Балкарию Тот приглашение принял и обещал быть следующей весной Стороны обменялись памятными подарками Ликвидация очередей в детсады и обеспечение дошкольников всем необходимым по этим вопросам сегодня отчитывались в Нальчике представители Единой России и Министерство образования Партийный проект «Детские сады детям» реализуется в стране уже третий год За это время удалось значительно сократить дефицит дошкольных мест, сообщила региональный координатор проекта Татьяна Саенко В нынешнем году республика получила на эти цели больше 500 миллионов рублей из федерального бюджета и 127 из республиканского В отдаленных селах Кабардино-Балкарии построят 7 детских садов, часть дошкольных учреждений планируется разместить в школах Разработана дорожная карта, которая утверждена правительством Кабардино-Балкарской республики Она согласована и утверждена в Министерстве образования Российской Федерации Там мы говорим не только о детях от 3 до 7 лет Там речь идет и о детях, которые придут в дошкольные образования, образовательные учреждения в более раннем возрасте В республике должны появиться и частные детсады, отметил Пшихан Семенов Правда, пока в КБР нет ни одного Рассказали и о вариативных формах дошкольного образования К примеру, в Эльбрусском районе уже существуют группы кратковременного содержания Программы фонда содействия реформированию ЖКХ дают результаты В этом году более трех десятков семей из Ольского района должны отметить новоселье Здесь планируется строительство 18 коттеджных домов Появятся они в шести населенных пунктах Залу Кукуажи, Белокаменском, Кичмалке, Приречном, Совхозном и Хабазе Место строительства пока еще не определено, но уже известно, что каждой семье, помимо крыши над головой, предоставят участки до 6 соток Под эту категорию попадают малоимущие в основном граждане, которые на сегодняшний день живут в муниципальных домах аварийного состояния Будет 105 людей, человек граждан нашего района, 36 семей будут переселены На это потребуется почти 54 миллиона рублей часть средств из фонда, другую выделяет республиканский бюджет Также в этом году планируется завершить капитальный ремонт в 9 многоквартирных домах Залу Кукуажи На замену кровли, ремонт фасада и установку приборов учета потратят более 38 миллионов рублей Распашонки вместо пеленок в перинатальном центре переходят на новые стандарты по уходу за новорожденными С апреля этого года учреждение стало головным по оказанию помощи беременным В результате внедрения современных технологий младенческая смертность снизилась на четверть А по показателям рождаемости республика вышла в лидеры по России Тему продолжит Жанна Гуляева В перинатальном центре его называют богатырь Мальчик родился весом 5 килограммов, 180 граммов Васия Джимухова это уже третий ребенок С самых первых дней Имран, как она хочет назвать сына, находится рядом с мамой Впоследствии это получается, что ты уже практику прошел и легче будет дома прощаться с ребенком Я его кормлю, как он захочет, так намного удобнее И ребенку удобно, и мне удобно, и я не беспокоюсь Совместное пребывание матери и ребенка здесь внедрено практически на 80% По примеру, ведущих российских центров в лечебном учреждении отказались от тугого пеленания Движение это основа жизни, говорят врачи Дети с первых дней появления на свет должны общаться с внешним миром Ребенок может согнуть ручку, поджать ножки, понимаете? Он может принять удобное для него положение И, видимо, оно является более физиологичным Другое пеленание, которое очень активно практиковали наши бабушки и мамы Оно сковывает движение ребенка Иногда даже затрудняет дыхание Сразу после появления на свет новорожденных прикладывают к материнской груди Врачи отмечают, дети тогда быстрее прибавляют в весе и реже страдают рахитом За последние 6 месяцев показатели рождаемости в республике существенно выросли Младенческая смертность снизилась на четверть, материнская на нуле Ежесуточно здесь рождаются до 20-25 малышей, в год до 7 тысяч Перинатальный центр вошел в третью группу оказания медицинской помощи беременным и новорожденным Это наиболее высокая, вот так скажем Есть еще третья Б, это только федеральные клиники А у нас третья А То есть мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь У нас есть два реанимационных отделения для женщин в обеих подразделениях перинатального центра Имеется два отделения реанимации новорожденных С апреля этого года перинатальный центр стал головным в республике По программе модернизации здравоохранения закуплено новое оборудование Врачи прошли повышение квалификации Сейчас здесь проводятся операции по удалению миом у беременных с сохранением ребенка Женщины репродуктивного возраста могут получить необходимое лечение, не выезжая за пределы республики Жанна Гуляева, Наталья Булат, Азамат Табухов, Вести Кабардино-Балкария Госслужащие Кабардино-Балкарии проходят диспансеризацию Идея главы Минздрава КБР Ирмышетова нашла поддержку в правительстве Часть чиновников уже проверили состояние здоровья Сегодня очередь работников Минэкономразвития Обследование проводят в Нальчике на базе Медицинского консультативно-диагностического центра В итоге около двух тысяч работников органов госвласти получат паспорт здоровья И в случае необходимости будут направлены к профильным врачам Обязательно проходят терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, электрокардиограмма Для женщин также гинеколог До этого обследовали Министерство спорта, Министерство экономики сегодня Также у нас прошли диспансеризацию Министерства промышленности Напомню, Кабардино-Балкария входит в десятку российских регионов Лидирующих по результатам диспансеризации населения По плану в этом году предстоит обследовать более 130 тысяч человек Половина диагностику уже прошла К другим темам Юг Агра построит новый птицекомплекс под гарантию российского правительства Инвестпроект, предполагающий создание холдинга по производству мяса птицы Отобран Минрегионом Как сообщает сайт главы республики, пакет документов уже представлен в Минфин До конца года планируется окончание процедуры оформления Птицекомплекс Юг Агра будет представлять собой производство замкнутого цикла Мощность предприятия свыше 30 тысяч тонн мяса бройлера и индейки в год Конкурентоспособность продукции должны обеспечить передовые технологии К слову, ставка на них – одно из ключевых преимуществ проекта Его реализация позволит создать около тысячи рабочих мест Это уже второй инвестпроект Кабардино-Балкарии, получивший государственную гарантийную поддержку Напомню, в июле прошлого года преференции в размере более 350 миллионов рублей Были предоставлены заводу Севка Фринген Д Торжества в честь православного праздника святого благоверного князя Александра Невского Сегодня состоялись в станице Александровской майского района На торжества прибыл епископ Пятигорский и Черкесский феофилакт Он и возглавил праздничное богослужение Храм Александра Невского был основан в станице в 1991 году Дорогу к нему безошибочно находят многочисленные паломники Желающие посмотреть на чудо, случившееся здесь 9 лет назад Как рассказывают священнослужители, в крещенский сочельник на стекле, снятом с большой иконы Иисуса Проявился его лифт В честь этого события служители храма открыли приют для обездоленных детей Он работает и сегодня Здесь живут около 30 ребят Я радуюсь, что эта частицка доблести всего государства российского Есть и в нашей Кабардино-Балкарской земле Честно сказать, это один из единственных немногих храмов, посвященных этому великому святому Я радуюсь тому, что имею возможность помолиться со своим народом, съесть у себя дома И, конечно же, поддержать наших воспитанников приюта от Рада, которые вступили в новый учебный год Епископ подслужил в храме Божественную Литургию, обратился с проповедью к прихожанам Завтра в Нальчике, в храме преподобного Семена Столбника, он проведет вечернее богослужение А уже в субботу с раннего утра будет участвовать в праздничных торжествах, посвященных 70-летию со дня возобновления богослужения в Нальчикском храме Из 17 тысяч претендентов он попал в тридцатку лучших Единственный исполнитель с Северного Кавказа, врач и музыкант Артур Пачев принимает участие в новом конкурсе под названием «Хит» Организаторы проекта – телеканал «Россия-1» победит в нем тот участник, который напишет настоящий хит И его песня прозвучит по всей стране в исполнении известного певца или музыкальной группы Подробнее об этом Станислав Сердюков Песня записана была лет пять назад, посвящена людям, которые всегда благотворители Они помогали мне всегда в проведении спортивных, музыкальных мероприятий, фильмы снимаю против наркотиков Теннисист, главный детский нарколог республики, певец Артур Пачев за свою 20-летнюю музыкальную карьеру успел показать своему зрителю многое Один из первых рокеров республики, он организовывает концерты, благотворительные акции, спортивные состязания Зачастую на голом энтузиазме Сегодня уже он сам готовится увидеть шоу, которое должно удивить страну Композиция благотворительна, от которой Артур работал несколько лет, была обработана в Москве Муратом Каширговым Как-то сидел в телевизоре несколько месяцев назад, появился ролик на конкурс хит Младшенькая дочь моя так, папа, чем ты их лучше как-то садиться, отправляет несколько песен туда Одна из них была благотворительна Мы забыли уже, прошло два месяца И будучи на работе, как-то в районе мы выезжали в несколько министерств, как бы ведомств Звонок, вас беспокоит режиссер конкурса хит, ваша песня прошла в полуфинал Поющие врачи в нашей стране уже есть, и пусть Артур будет одним из них, говорит продюсер Анзор Хаупа Судя по всему, вспомнив Розенбаум Успех близкого друга он расценивает, как победу настоящей живой музыки над попсой Когда мне сообщили, что Артур попал на этот конкурс хит Я, честно говоря, не особо был удивлен, потому что я больше чем уверен был, что он когда-либо пройдет на какое-то большое мероприятие Потому что Чайков, он является очень настырным И за многие-многие-многие годы, и музыка у него такая альтернативная Мы сколько раз с друзьями пытались его перетянуть на некоторое другое течение Он долгие годы держался именно в своем мире, в своей музыке Конечно же хочется поздравить от всей души Артура Пачева с попаданием, на самом деле, что называется, в яблочко Мне хочется надеяться, что одна из приглашенных звезд в этом проекте Все-таки сможет, на самом деле, достоверно представить его песню Донести до зрителя за какие-то три минутки Донести до зрителя единственно верный смысл задуманного им Через неделю Артур Пачев отправится в Москву, где примет участие в одном из отборочных туров проекта «Хит» Из шести участников останутся только двое Их выберет жюри, в составе которого будет и Николай Басков Таким образом, из 30 участников отберут лучших и встретятся они уже в финале А исход суперфинала решит зрительское голосование Станислав Сердюков, Нуржан Кубадиева, Анзор Кошироков, Вести Кабардино-Балкария Новый проект «Хит» выходит в эфир телеканала «Россия по пятницам» Завтра в 18.30 стартует второй отборочный тур Наш конкурсант Артур Пачев вступит в борьбу чуть позже 27 сентября Это вся информация к настоящему часу Следующий наш выпуск смотрите в 17.10 Не пропустите Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok